здравствуйте ребята напишите пожалуйста в чат хорошо ли меня слышно и хорошо ли меня видно я думаю вам сообщили в прошлый раз что я заболел прям за день до занятий поэтому тяжко и провести занятия я соответственно не мог но мы проводим сегодня сегодня проводим его не на факультете потому что еще скажем так на изоляции и будем проводить его в таком онлайн формате наверно в котором большинство преподавателей вода вам проводит хотя мне конечно приятнее и веселей проводить с маркерной доской ну потому что ты не сидишь все занятие двигаешься туда-сюда но в целом я думаю что сегодня по качеству занятий будет не хуже чем тем мы обычно проводим чем обычно проводим когда его маркин доски так сейчас включу демонстрацию экрана вот вы видите доску на которой я буду писать также как маркером тема урока сегодня это приведение алгебрических дробей к общему знаменателю я думаю вы помните что мы с вами отлично все видите я думаю вы помните что мы начали с вами говорить об алгебраических дробях соответственно прекрасно понимаете что мы должны потом будем складывать мы должны будем вычитать сделать всякие операции но прежде чем будем начнем делать наверное на следующем занятии мы с вами поговорим про приведение общему знаменателю можно это будет простая тема но акцентировать на ней внимание все же отдельным образом отдельным уроком стоит но давайте да причем с того что мы допустим и это уже что-то написал что мы с вами имеем вот в дроби а делить на b и c делить на для того чтобы выполнять с ними какие-то операции читания сложения но нужно их будет привести к общему знаменателю приведение к общему знаменателю это по сути до умножения одной дроби на знаменателю 2 а второй дроби на знаменатель 1 в конце концов где цвет цвет цвета нет и мы получим да что у нас а может надо бы умножить на бд получается а д бд а тут цел может на бд умножить на бы получается но я поменял местами bc бд ну то есть у нас одинаковые получились знаменатель это позволит нам потом выполнять операции но мы не будем этим занять этим заниматься будем только приводить к общему знаменателю давайте решим пример номер один нам нужно привести к общему знаменателю ведь соответственно что мы делаем я беру и полностью эту дробь умножаем на знаменатель второй дроби соответственно у меня будет x минус 1 точнее x плюс 1 пишет плюс 1 скобочку да я домножил и мне же нужно еще поделить на это да чтобы сохранилась равенство формула сокращенного умножения мы уже не маленькие уже знаем у нас получится нечто такое втором случае соответственно я домножаю на x минус 1 что мы имеем мы имеем следующее x минус 1 делить на x минус 1 нужно на x плюс 1 и вот мы имеем две дроби с одинаковым знаменателем напишите пожалуйста в чат насколько понятна вам суть задания которое мы будем сегодня по сути все эти занятия выполнять усложнее и усложнее дальше пример очень важно точить это эту составляющую что потом когда мы с вами складывали вычитали умножали делили все что можно делали с этими алгебраическими дробями у вас приведение к общему знаменателю не вызывало какого-то непонимания хорошо ну в целом вроде бы понятно приводим к общему знаменателю чтобы знаменателю были одинаковые дальше у нас есть допустим две дроби 1 делить на x квадрате минус 1 и 1 9 из минус 1 в квадрате но здесь воспользуемся формулой сокращенного умножения и распишем чтобы было понятно что делать дальше что мы в конечном счете имеем у нас есть общая часть знаменателя это x минус 1 да то есть x минус 1 вот допустим вот это мы оставляем ее без изменения то есть мы не будем снова дом нажать и это на x минус 1 это на x минус 1 вот у нас одна допустим есть соответственно чем у нас отличается у нас отличаются тем же здесь x плюс 1 здесь 2 x минус 1 соответственно здесь нужно снова добавить на x минус 1 здесь нужно умножить на x плюс 1 но в целом логика наверное понятно да у нас здесь будет три скобочки здесь так ошибка ошибка пока никто не видел все x минус 1 здесь на x плюс 1 ну и x минус 1 x минус 1 x плюс 1 ну можно сгруппировать использовать формула сокращенного умножения там разность квадратов подать разница неважно но идеологию поняли да мы получаем общую знаменатель и потом будем использовать для того чтобы дальше следующий пример следующий пример до более легкий потому что на самом деле логика здесь очень просто стоит она следующим что на самом деле что привести здесь к общему знаменателю нам нужно домножить на минус единицу вторую члену да то есть пример достаточно простой на здесь будет также 3x минус 1 здесь у нас будет минус 3 минус 1 минус икс я специально поэтапно пишу да что было понятно в чем в чем смысл я отдельным образом выделяя на этот минус потому что для некоторых это потом станет какой-то магией что они будут про него забывать и разворачивать внутри дроби какой-то сумму или разность кем-то неизвестным до этого образом тут будет минус 1 тут будет плюс x тоже понятно минус на минус дают плюс получать минус 3 равно x минус 1 вот так домножили на минус единицу здесь остался минус а здесь произошел переворот понятно я надеюсь вам это понятно закрепили отдельным образом до домножаем на минус единицы у нас просто переворачивается здесь появляется минус это работает только случай когда у нас есть вычитание в случае если у нас здесь был бы плюс 1 плюс x у нас был просто минус 1 минус x я думаю это тоже очевидно но все-таки отдельным образом акцентируем эту нему хорошо поехали решать какие-то примерчики сейчас вам напишу допустим про ранение они и для самостоятельной работы хотя тут не сложно проверять самостоятельную работу но я думаю вы изгалитесь начнем с простого опять же примеры да ты даже мы обсудим решать его не будем мы просто обратим на него внимание нужно ли здесь приводить к общему знаменателю я думаю вы прекрасно понимаете что не нужно потому что знаменатели идентичны x плюс 5 и 5 плюс x это одно и то же не надо да я понимаю сейчас все банальные простые примеры но их надо обратить внимание второе вот такая ситуация уже я попрошу вас привести к общему знаменателю и написать как минимум как будет выглядеть вторая дробь в учитель ситуацию что не обязательно обе дроби важны прих приводиться к общему знаменателю одна останется неизменным потому что у нее потому что второй дроби например не может быть каких-то отличных то есть допустим у знаменателя там несколько множителей второго знаменателя там только один множитель из набора тех которые есть у первой дроби поэтому здесь уже ничего домножать не нужно здесь просто будет 2x 3x плюс 6 но да давайте сейчас сутру мы отдельным образом обратим на то что здесь можно вынести 3 и вот этот момент является собственно разностью да то есть мы здесь должны доможить на 3 и 2 дроби будет выглядеть просто как 15 3x плюс 6 вот что нужно было сделать со второй дроби что привести к общему знаменателю да дарья вы можете в слышь писать то есть писать допустим таким образом 15 слэш скобочка 3 3x плюс 6 около того иногда будет все понятно надеюсь вам понятно и слэш вы на своей клавиатуре найдете хотя в одну сторону или в другую неважно поехали дальше это все простые примеры очень детские мы будем усложнять усложнять и такой пример напишите как изменится данном случае первая дробь как она будет выглядеть ну давайте разбирать да что у нас вообще здесь происходит ну вычленим сейчас вычленим здесь два обратим внимание да что здесь нужно перевернуть помимо того что перевернуть в данном случае чтобы у нас было одинаково да нужно еще домножить на 2 поэтому есть просто пишу умножаем на минус 2 причем и сверху и снизу да брать внимание что здесь у нас не меняется дробь он остается до иметь достаточно количества знаменателя элементов а здесь мы домножаем получаем минус 6 плюс 2 x тут получается минус 10 плюс 2 x меняем местами получается 2 x минус 6 и на x минус 10 ну вот у нас приведенную к общему знаменателю дроби напишите в чат под одного допустим насколько вам понятно все это дело а мы будем идти на усложнение дальше у нас вот такие дробушки 3x минус x квадрате и 4 на 3 минус x также 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 все понятно хорошо 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 что здесь также приводим к общему знаменателю обратим внимание что здесь можно вынести x пока мы по сути орудуем здесь я уберу здесь не нужно да пока мы по сути говорим не об уравнениях знаете ли вы их или нет а пока просто в гибридических дробях мы в принципе можем все это дело брать и сокращать у нас просто останется 1 делить на 3 минус x но наверно потом будут причины по которым лучше не сокращать сокращимая а уже как бы приводить домножать это на x уже вот иметь как там x минус 4x и делить на счет так и далее но пока мы просто берем видим можем сократить сокращаем не надо приводить к общему знаменателю оно само привелось в результате сокращение дальше следующий пример 1 делить на 2 плюс x и x минус 1 делить на x квадрате минус 4 вот это все тоже довольно таки банально здесь у нас формула сокращенного умножения соответственно здесь нужно умножить на x минус 2 и будет получается x минус 2 делить на x квадрате минус 4 вот и тут можно скобочку убрать ой 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 все постирала супер супер ластик дальше следующий пример 3 на 4 плюс 6 x и 5 x 9 x плюс 6 смотрим что тут можно сделать но пожалуй здесь нужно вынести 2 получим 2 плюс 3x тут можно вынести 3 и получится 5x на 3 3x плюс 2 видим что в целом тут нужно домножить на 3 а тут нужно домножить на 2 что привести к общему знаменателю получится 9 6 так можно оставить не обязательно раскрывать скобку знаменателю наоборот лучше есть возможно превращать все это в отдельные множители 10x и 6 уже 2 плюс 3x напишем одинаковым образом то есть тут я поменял и как бы это не противозаконно поехали дальше ну переписали ладно ставлю пока тут чтобы было перед глазами не будет все сразу проматывать дальше еще простой пример 5x хотя чё и чё я все пишу сейчас я ничего писать не буду так что вы мне напишите как должна будет выглядеть первая дробь вот это после приведения к общему знаменателю все я ничего не пишу ничего не решаю даже пример этот разбирать не буду дождусь ваших ответов давайте немножко самостоятельной работы да вы должны написать именно как будет выглядеть первая дробь первая что такое молчание в чате как будто бы это стало чем-то сложным уже даже сомневаюсь слушали вы меня пока я вам все объяснял минус 5 ну хорошо вы домножили на минус единицу это правильный шаг но это не последний же вариант нужно привести к общему знаменателю чтобы было одинаковый знаменатель со второй дробью поэтому вам нужно всю вот эту получившую сейчас данном случае дробь дарья еще до множить на x плюс 3 чтобы по формуле сокращенного умножения у вас знаменателе получилось x квадрате минус 9 и соответственно у вас сверху будет минус 5x умножить на x плюс 3 делить на x квадрате минус 9 ну я начну разбирать уже все равно я просто думал что не вызовет проблем это какая-то пауза причем пауза которая не говорит о том что все прям хорошо щелкается видим нашла здесь x минус 33 минус x надо умножить на минус единицы да и проводим такую первую итерацию вот умножить на x плюс 3 соответственно здесь на минус единицы здесь на x плюс 3 и будет минус 5 x на x плюс 3 x минус 3 на x плюс 3 давайте раскроем скобочки будет минус 5 x квадрате минус 15 x делить на x квадрате минус 9 вот такая получилась у нас ситуация ну да 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 вот ну ладно поедем дальше не очевидно на не очевидно что легко что все так молча слушать дочь понятно хорошо усложняем усложняем да как бы математикой прострадание про что легко ли понимаешь легкая страдать тяжелого поэтому идем дальше пытаемся понять что здесь не хватает что нам здесь не хватает но здесь мы будем выносить 3 а здесь мы вынесем x знаете да и избавимся мы от него и там и там вот у нас получится просто 1 9 4 плюс x вот надо множить на 3 получится 3 3 4 плюс x вот у нас и получаются две одинаковые дроби понятно ну вроде бы да поехали дальше дальше 13x делить на 25 минус x квадрате и x минус 1 на 10 плюс 2 x соответственно здесь мы нет первый член пятерочка должна быть это будет 5 минус x и 5 плюс x здесь x минус x здесь x минус 1 вынесли 5 получается 5 плюс x соответственно здесь нужно может на 5 минус x и здесь нужно может на 5 получается 65 x 5 на 5 минус x на 5 плюс x тут 5 минус x минус 1 да и опять же напомню что лучше скобки раскрывать только в числителе в знаменателе можно оставлять и в таком виде виде перемножения линейных членов да вот здесь нужно раскрывать почему это нужно но потом когда мы будем складывать и вычитать мы будем соответственно складывать и вычитать все что в числителе в таком виде мы ну что что мы тут учтем сложно на давайте мы 5 на x 5 x 5 на минус 1 это минус 5 потом минус x на x это минус x квадрате минус x на минус 1 это плюс x там 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 и ну давайте приведем в красивый вид и все-таки должно сначала x квадрате писаться потом плюс 6 x минус 5 ну и заменять вот мы вот привели в таком виде две эти брони напишите в чат все ли понятно понятно как решать такой пример приводить к общему знаменателю мне просто нужен фидбэк чтоб я понимала сколько давайте вам самостоятельно порешать либо пока еще объяснить хотя прошло наступал занятием еще решать и решать пример ребята а у понятно хорошо но давайте еще один пример решим и потом это очевидный пример ну хорошо я жду от вас тогда быстрого решения вот такого напишите мне как будет выглядеть именно вторая дробь там наверно будет сложнее всего напишите как будет выглядеть вторая дробь дам вам две минутки ну я в в Спасибо. 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 Кто зависит? Где зависит? Я тут, я жду ваших ответов. Что-то никто не пишет, ответы. Две минуты уже прошло. Что там писать? Мы решаем. Так меня вот удивляет, а что... Я понимаю, я понимаю, что вы решаете, но вроде бы все понятно. Поэтому пример не самый сложный, поэтому я и спрашиваю. Ну, давайте посмотрим, да. Мы уже разбирали подобные примеры. Что в первой дроби у нас в знаменателе x-3 на x-3. А во второй дроби у нас в знаменателе x-3 на x-3. Соответственно, в первой дроби нам не хватает домножить на x-3. А во второй дроби нам не хватает домножить еще на 1x-3. Что в итоге у нас было три скобочки и в том и в другом случае. Вот. Ну и... Опа. Шубочка. Мы получим с вами здесь 2x-3 и набор всех этих скобок. И... Ну и посчитаем, перемножим, да. Икс, да. Вспоминаем, как многочлен на многочлен умножать. Первый в скобке умножаем на первой в скобке. Будет x. В первой скобке умножаем на второй в другой скобке. Будет плюс x в квадрате. Потом берем минус 3 умножаем на единицу. Будет минус 3. Минус 3 умножаем на x. Получается минус 3x. Давайте здесь группируем как-нибудь проще всего. Мне кажется, что сгруппировать красиво будет только так. Меньше количество символов писать. Получается, если мы сгруппируем по разнице квадратов. Вот. Здесь можно раскрыть скобочки тоже. Написать вот таким образом. Ну, здесь нужно будет стремиться написать все это дело красиво. Сначала второй степени, потом первой степени, потом свободный член. Вот так должно было получиться первая и вторая дробь. У вас так же получилось или нет? А то просто уже 5 минут прошло. Поэтому я очень обеспокоен. что столько времени пришлось потратить. Ну, я думаю, вы поняли, да, суть. Идеологию. Ну, перейдем к более сложным примерам. Еще более сложным. Как же без них? Все переписали, да? Все посмотрели. Да. Ну, отлично. Точно все понятно? Потому что я вот прям сомневаюсь. Вроде бы все это быстро расписывается и все понятно. Но вот у вас... Ладно. Это нужно на бок, конечно, чтобы все это делать быстро. Поэтому как бы я тут сомневаюсь. Все понятно. Начинаем делать самостоятельно, но уходит больше 5 минут. Вот. Нужно точить так, чтобы это занимало в уме. Вот. Раз-два. Понял, что на что домножать. Ты это домножил, ты это домножил. Уже посчитала быстренько. Хотя я понимаю, что мы с вами еще два месяца назад тут пытались многочленом-многочленом умножить. У нас сопли, слезы были от этого. Ну, хорошо. Пока вы мне все уверяете, что все понятно. Тогда продолжим дальше. Дальше у нас будут вот такие дроби. Ну, самое главное, что нужно уяснить, состоит в том, что, наверное, необязательно вообще что-то общее будет знаменателю дробей. Ну, то есть они могут быть абсолютно разные знаменатели. Придется полностью умножать. Но здесь пока еще не такой пример. Воспользуемся формулой сокращенного умножения. Увидим здесь, что здесь квадрат в сумме. Да, х плюс 2 в квадрате. Вон таки очевидно. А здесь мы вынесем пятачок. Точнее 5. Но здесь тоже будет х плюс 2. Ну, для того, чтобы прийти к общему знаменателю, нам нужно здесь умножить на х плюс 2, а здесь умножить на 5. Ну, и все. Получается 15х делить на 5х плюс 2 в квадрате. А здесь у нас будет х плюс 2 на х минус 4 делить на 5х плюс 2 в квадрате. Ну, здесь ничего делать не надо. Да, здесь все так остается. Не знаю, что написал равно. А вот здесь надо будет х квадрате плюс 2 и х. А нет, неправильно. Сейчас запутаю себя и вас. По традиции, да? Первый умножаем на первый в этой скобке, потом этот же умножаем на второй скобке. Ну, берем, а этот умножаем на первый в этой скобке и на второй. Получается так. Уедем немножко сюда. Хоп. Ну, вот как-то так. Поехали дальше. У меня к вам будет вопрос. Какой формулой мне здесь надо воспользоваться? Какой формулой сокращенного умножения? Напишите, пожалуйста, в чат. Чтобы решить этот примерчик. Ой, это глупец. Прошу прощения, ребята. Запутал. Здесь куб должен быть. И тогда вы, конечно же, понимаете, что здесь нужно воспользоваться формулой разности куба. Вот здесь мы с вами видим как раз неполный квадрат, который присутствует в формуле. Ну, давайте напомню вам, хотя вы должны были уже все это выучить. Это а минус b умножить на а в квадрате плюс а в квадрате плюс b в квадрате равно а в кубе минус b в кубе. Вот этой формулой мы воспользуемся, потому что здесь у нас x в кубе минус 2 в кубе. Ну, мы можем как раз и записать. Это будет как x минус 2 на x в квадрате плюс 2x плюс 4. Соответственно, мы здесь должны просто домножить на... Почему здесь эта щеточка только путает? Соответственно, мы здесь должны домножить на x минус 2 и в целом, наверное... И все. Получится x минус 2 на 1 плюс x. Здесь я сразу сверну и превращу x в кубе минус 8. Просто потому что это компактно и удобно и красиво. Да, так это можно ставить в таком же виде. И дробь не раскладывать. Не обязательно. Со знаменателя не всегда. Но иногда нужно, если вы видите, что вы что-то можете сократить. Что-то можно сократить. Так, у нас будет x на плюс x в квадрате минус 2 минус 2x в квадрате x в кубе минус 8. Равно x в квадрате минус x минус 2 в кубе минус 8. Хорошо. Пока буду писать следующий пример. Так, куда? Следующий пример. Я тоже решу сам. Что-то мы не затягивали. И 5x в квадрате кубе минус 27. Так, пятерка некрасивая. Сейчас я ее исправлю. Ну, конечно, конечно, некрасивая. Ну, ладно. Я думаю, вы понимаете, что здесь по аналогии с предыдущим примером можно воспользоваться такой же формулой сокращенного умножения. Что здесь нужно умножить на x минус 3 и получить в итоге x в квадрате минус 3x делить на x в кубе минус 27. Понятно? Напишите в чат. Да или нет? Да. Все отлично. Ну, в целом всевозможные упражнения, которые в этой теме я готовил, мы с вами решили. Поэтому мы с вами, значит, недолго думая, начнем говорить о тему уже следующего занятия понемножку. Потому что в целом вы все уяснили. Да. Зачем мы с вами научились приводить к общему знаменателю. Теперь посмотрим, что мы можем, собственно, осуществлять разные арифметические действия после того, как привели к общему знаменателю. То есть я беру, могу взять и сложить эти две дроби. Они выглядят вот так. А потом я могу их написать под общим знаменателем. У меня получится просто AD плюс BC делить на BD. Ну, то же самое в случае почитания. Давайте попробуем на примере того, что мы уже решили это сделать. Вот, допустим, у нас стоит задача сложить здесь 1 на х минус 1 или 1 на х плюс 1. Мы с вами приходим к общему знаменателю, а потом пытаемся все это дело сложить. У нас выглядит это вот таким образом. Да. Поскольку мы с вами проделали операцию приведение к общему знаменателю, мы с вами можем записать числитель уже в одном числителе, по сути. Здесь написать х минус 1, а тут написать х плюс 1 плюс х минус 1. Получится у нас 2х на х в квадрате минус 1. Суть понятна. Будем это делать на следующем занятии очень много. Ну, давайте еще следующие примеры разберем. Допустим, вот у нас дроби 1, делить на х в квадрате минус 1 и 1, делить на х минус 1, все это в квадрате. Допустим, я из первой дроби вычту вторую. Мы с вами выполняем операции приведения к общему знаменателю. Мы их выполнили. Мы получили в конце вот такую дробь. Соответственно, потом мы можем записать х минус 1. Я запишу это как х минус 1 в квадрате на х плюс 1, чтобы было более сокращенно. Минус х плюс 1, делить на минус вот этой дроби. Х минус 1 в квадрате на х плюс 1. У нас, соответственно, получится х минус 1 минус х на 3. Минус перед дробью. Потом, когда накладывается на числитель, собственно, воздействует на каждое. То есть, по сути, это как бы скобка формально здесь стоит перед минусом, после минусу. И получается х минус х минус 1. Все это делить на х минус 1 в квадрате на х плюс 1. Сокращаем иксы. Минус 1 и минус 1 это минус 2. И у нас получается вот такая дробь. Дробь. Напишите, пожалуйста, в чат, в общих чертах понятно, чем мы будем заниматься в следующем занятии или нет. В общем, да. Почти да. Ну, главное то, что я хотел сейчас сказать, чтобы вы поняли мотивацию, зачем мы вообще эту операцию приведения к общему знаменателю проходили. Ну, давайте сейчас попытаемся поскладывать еще что-то из предыдущих примеров. Вот, допустим, мы с вами привели, да, выполнили операцию приведения к общему знаменателю. Я, например, говорю, что нужно из второго вычесть первое. Вот мы с вами приводим к общему знаменателю. Вот он из этого должны вычесть уже вот это. Наверное, полезно будет, да, то есть, допустим, вам дали такое задание, да. 2 на х минус 3 в квадрате минус 1 плюс х делить на х в квадрате минус 9. Вы, соответственно, пока поначалу можете отдельно расписать 1, одну дробь, потом вторую дробь в конце, получить вот такие элементы и уже заместо них написать вот так. А можно это делать по ходу решения через равно, меняя у одного, у одной дроби числитель и знаменатель то, как вам требуется, и у другой дроби числитель и знаменатель. Еще раз напоминаю о том, что если минус стоит перед дробью, то это означает, что потом, когда у нас он появится перед числителем, да, то у нас, собственно, все знаки поменяются, да, здесь. То есть, у нас как бы здесь формально невидимые скобки. Запомните, пожалуйста, этот нюанс, чтобы потом не попасть в просадку. Что мы имеем? 2х плюс 6 минус х квадрат минус на минус дает плюс 2х, а тут получается плюс 3. И уже общий знаменатель. Икс минус 3 на х квадрат минус 9 равно. Складываем, тут минус х квадрат плюс 4х плюс 9 делить на х минус 3 на х квадрат минус 9. Ну вот такой пример. На следующем занятии мы с вами повторим все свойства операции сложения и вычитания и, наверное, начнем решать уж количество сложных примеров, где мы будем складывать огромным количеством в разные дроби между собой. Многоэтажные, с большим количеством членов и так далее. А на сегодня все. Всем спасибо. Напишите от 1 до 5, насколько вам было комфортно сегодня заниматься с электронной доской. И все ли было понятно? Почему Антон 1? Напишите, пожалуйста, что именно вам было непонятно? И что было не так? Если уж ставить такую оценку, то, наверное, хотелось бы какой-то фидбэк. Я плохо понимаю сексом. Ну, х это просто буковка. И все. Мы ею... Можно эту буковку заменить на буковку А. И смысл не поменяется. Это просто какой-то буквенный... буквенная величина. Мы же занимались до этого сложением, перемножением и вычитанием многочленов. Если вы помните определение, алгебраическая дробь – это деление одного многочлена на другой многочлен. И, соответственно, буковки можно между собой складывать. Если они... Если мы говорим про одну буковку, то есть они одинаковой степени. Вот. Поэтому... Если тут проблемы с сексом, то, наверное, непонимание возникло еще несколько занятий назад. Нужно было бы об этом написать. Ну, хорошо. Вы можете задать еще вопросы в самом начале следующего занятия. Мы будем еще обсуждать с вами и разбирать тривиальные случаи сложения и вычитания в гибраические дроби. То есть мы когда-то с вами три месяца назад обсуждали сложение одночленов между собой. Ну, вот будем уже одночлены складывать, уже имея какой-то знаменатель. В целом аналогия должна быть нам понятна. На этом все. Всем спасибо. Увидимся с вами через неделю.